Ребята, на связи Игорь из Ультравыхлоп. Сегодня я вам расскажу про Мерседес 140 кабан. Это легендарная машина, которая в свое время завоевала сердца многих мужчин. И здесь мы реставрируем выхлопную систему. Мы ее реставрируем от начала и до самого конца. Были старые 55 трубы, стали новые 63. Были удаленные катализаторы и пустые бачки, стали резонаторы. Хомуты, которые все, к сожалению, уже пришли в негодность. Здесь также все на хомутах 2,5 дюйма. Средняя банка, предварительный глушитель. Здесь заменен на новый. Здесь глушитель состоит из центральной камеры. Этот глушитель, он подобного образа, как и этот. X-Pipe изготовлен перед двухрежимной банкой, для того, чтобы иметь возможность включать громкий режим и выключать громкий режим. И, конечно же, помимо всего, на конце установлены насадки Brabus. Черный альканзера потолок. Что довершает, дополняет визуальную часть, визуальную составляющую всей выхлопной системы. В штате эти насадки вниз смотрят. Просто две трубки. На изготовление этой системы у нас ушло три рабочих дня. Проект был интересный, очень необычный. Нам такие проекты нравятся. И мы такие проекты реализуем с любовью. Итак, Mercedes 140. Здесь мы начали от приемных труб. Соответственно, уже понизу идет наша система. Здесь хомуты стоят для того, чтобы она была быстросъемная. И вторые хомуты также еще вот здесь вот. Они тоже у нас уместились. А вот здесь вот, в штатном месте, идут катализаторы. Здесь стоят уже два резонатора. Причем резонаторы сделаны... Труба смещена вниз. Они сделаны на нашем производстве для того, чтобы они чуть выше стояли, чтобы клиренс машины не был занирован. Далее у нас идет дальше опять же две трубы и большой резонатор. Этот резонатор необходим для того, чтобы потоки воздуха пересекались, еще раз смешивались, образовывая такой благородный низкий бурчащий звук. Далее идет, опять же, система. Здесь стоит X-Pipe и двухрежимная банка. Здесь логика в том, что и на тихом режиме, и на громком режиме по факту будут дымить обе насадки. Вся система выполнена среди аргона, аргонодуговой сваркой. И, соответственно, из 304 нержавейки полностью вся простроена. Цена всех материалов, элементов, которые мы изготовили, кстати, вот там, установка стоила чуть меньше 150 тысяч рублей. По времени эту систему мы готовили три с небольшим дня. Соответственно, полностью с нуля, с листов нержавейки были произведены банки-резонаторы. Далее была проведена трасса, разработана геометрия трассы для того, чтобы все было четко, понятно, по конструктиву, чтобы не создавались подпоры, где-то места заужения. Здесь сделано все на 63 трубе в стоке. Местами на стоковой трассе идет 55, а то и 51 труба. Я уже не говорю про внутренние конструкции банок, которые там явно-явно там еще уже. Поделитесь своими впечатлениями, как вам очередной ролик с нашей полноценной работы по изготовлению систем. Поставьте лайк или дизлайк, или напишите в комментариях, как вы относитесь к такому типу работ, и готовы были бы отдавать за металл чуть меньше, повторюсь, 150 тысяч рублей. На связи Игорь Ультравыхлоп. Желаю вам побольше радостных эмоций от вашей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!